Друзья, товарищи, с вами на связи 24-летний уроженец города Химки Московской области Миша Сеин. Кто не знает, я культурно популярный блогер, дизайнер, сонграйтер и создатель замечательного бренда Секта Сеина. Сейчас я живу в Нью-Йорке и зарабатываю всем вышеперечисленным. Собственно, когда мне было 20, я занимался всем тем же самым, но за гораздо меньшие деньги и с гораздо меньшим количеством каких-либо успехов и вознаграждений за свои усилия. Для многих это очень тяжелый период, и я прекрасно помню свою собственную растерянность в тот момент и растерянность всех меня окружающих людей. Собственно, о том, что у меня удачно получилось за это время, и о том, что у меня вообще не получилось, и тоннах жизненного опыта, который я вынес за это время, вот об этом и будет сегодняшний ролик. И если до этого момента вы думали, что мне 14 лет, то сори, что разочаровал. Здрасте, вы на канале Сеина. Ситуация, с которой регулярно сталкиваешься в Америке, юристы, маркетологи, экономисты и филологи работают курьерами и грузчиками. У кого-то это связано с переводом документов, у кого-то это связано с незнанием языка, а у кого-то с банальной неактуальностью профессии. Выгоднее всего на этом фоне смотрятся, конечно же, айтишники. Что в России, что в Грузии, что в Америке, к актуальности этих специалистов ни у кого вопросов не возникает. И если вы тоже думали получить новую актуальную профессию, очень советую вам присмотреться к курсу Java разработки в Kata Academy. Kata – это академия IT-специальностей, которая уже более пяти лет обучает студентов программированию по модели ISA – оплата после трудоустройства. Сначала вы без кредитов, рассрочек и каких-либо взносов проходите вступительные испытания и поступаете на курс. Затем проходите подготовку по выбранной специальности под контролем наставников. После каждого блока у студентов проходит ревью знаний и кода. В конце учащихся ждет большой командный проект, который позволяет получить боевой опыт работы, ведь именно так специалисты будут работать после трудоустройства. После чего Kata помогает вам с трудоустройством по специальности на вакансию с зарплатой более 100 тысяч рублей с первого же месяца. И вот только тогда вы начинаете платить. При этом, если вы не нашли работу программистом с такой зарплатой, то ничего платить не нужно. Или если вы не успели, не справились с программой, вас тоже просто отчислят и ничего платить будет не нужно. Но если справитесь, получите по-настоящему актуальные знания. Ведь именно на Java работают Netflix, Amazon, Telegram, многие банковские приложения, да и вообще серьезная доля всех сервисов, которыми вы пользуетесь каждый день. А ведь над большими проектами могут работать десятки Java-разработчиков одновременно. И в Kata Academy вас научат не просто писать код, но и самостоятельно искать и принимать решения, работать над командными проектами и вообще подготовят полностью для работы в крупной компании. Так что переходите по ссылке в описании и получите по-настоящему актуальную профессию. Возвращаемся к ролику. Сейчас вирусится очень наглядный мем про то, что 20 лет это лучший период в твоей жизни. Тем временем 20 лет. Из чего прям хочется начать? Да, это хаос. И да, так и будет. Если вам в вашей 17, 18, 20, 22 кажется, что все в мире как-то совершенно хаотично, что вы вот там дополучали свое образование, довыполняли пожелания своих родителей, учителей и всех остальных, и на вопросе, а что именно вам надо, и за какую сумму, а что вы можете предоставить, а у вас есть ИНН, и вот все вот это вот, и 20 вопросов каждый день, и вам кажется, что вы вообще со всем этим не справляетесь, и при этом происходят еще какие-то вообще глобальные процессы, которые меняют правила игры, к которым вы еще не успели приспособиться. Так и будет. И действительно, очень много судьбоносных событий произойдет с вами совершенно случайно, плохих или хороших. И вот эта вот случайность, это тот страх, на котором основано огромное количество разных идеологий. Религия, астрология, конспирология, эзотерика, различные секты и куча еще разных систем там верований и размышлений основаны и созданы в первую очередь для того, чтобы объяснить вот этот хаос, что вот с вами позавчера произошло отличное событие, потом 4 дня ничего не происходило, а потом 5 ужасных подряд, а потом в тот же день опять небольшое хорошее. Какой в этом был смысл? Почему? Это реально результат моих действий. Часто это результат чистой случайности. И это до безумия нас пугает. И люди иногда готовы верить в совершенно абсурдные вещи, только ради того, чтобы не чувствовать вот эту хаотичность, чтобы все приобрело системную красоту, двигалось по каким-то понятным и предсказуемым рельсам. И дальше я буду рассуждать именно с точки зрения управления этим хаосом, потому что в этом я вижу основную вот движущую силу, которая есть в вашем возрасте после 20. Почему я там не сказал после 18, например? Потому что после 18 тебя не парит особо. Вот тебе исполнилось 18 лет, да кайф, как бы что это значит? Это значит нужно веселиться. 19 то же самое, да пойду погуляю. Ой, пары кончились, я еще последнюю пару вообще проебу. Пойдем в сквере пиво попьем, главное, чтобы менты не приняли. А вот после 20 циферки-то уже не прикольные. Знаете, мне вот в следующем году 25, и это пиздец как давит на мозг. Я очень благодарен всем предыдущим версиям Миши Сейна, что они так хуячили, потому что отчитываться перед собой за свои достижения и успехи и быть ими удовлетворенным после 20 с каждым годом становится все сложнее, сложнее и сложнее. Важный урок, который я усвоил на собственном опыте, это то, что не все работы хороши. Хочется сделать ремарочку, что я работал и курьером, и продавцом-консультантом в вейп-шопе, и работником на теплоходах, и еще вот несколько таких самых донных работ. Извиняюсь перед всеми, кто сейчас так работает, но, в общем, через все вот эти вот штуки я прошел, и всем рекомендую пройти, просто чтобы понимать, как достаются деньги, и как именно работает вот самый простой из доступных обмен вашего времени на деньги. Вот на своей шкуре это испытать ни с чем не сравнится. Но, конечно, попробовать я это рекомендую, чтобы больше туда не возвращаться. И почему? В первую очередь и основное объяснение, потому что эта работа не имеет никаких перспектив. И, казалось бы, какая очевидная мысль? Работа с перспективами лучше, чем работа без перспектив. Но, смотря на опыт своих ровесников, и вообще, в принципе, по сторонам, я вижу, какое огромное количество людей выбирают скорее вариант с быстрыми бабками как можно раньше, чем с бабками когда-то в перспективе, но зато там еще плюс-плюс-плюс перспективы. То есть вот когда нужно какое-то время работать без отдачи, и при этом непонятно какое время, люди боятся на это идти, видимо, потому что не хотят брать на себя риски, что, в общем-то, тоже разумно. И если вам нужны деньги чем раньше, тем лучше, то, возможно, лучше варика, чем пойти официантом, нету в моменте. Но это не суть того, о чем я говорю. Я хочу дать вам ракурс взгляда на свою жизнь именно с точки зрения инвестирования времени, потому что, опять же, еще недавно оно казалось бесконечным. Вот только летние каникулы, это какое-то короткое время. Всего остального времени вагон, спешить некуда, когда ты молодой. А после 20 уже страшно. Когда мне было 18, я учился на первом курсе вуза, мне помогали деньгами родители, естественно, этого вообще ни на что не хватало. Я уже тогда пытался заработать разными творческими активностями и поставил перед собой цель к концу обучения в вузе начать зарабатывать ютубом. И если я не начну, то тогда пойду уже на какую-то обычную работу. И как раз это был для меня такой своеобразный челлендж. Вот за 4 года формирования как полноценного специалиста-студента заодно сформироваться и как самозанятому бизнесмену. Ну, то есть, опуская все творческие составляющие моего ютуберства, по сути, это малый бизнес, который приносит, ну, несколько больше средней московской зарплаты. Какой логикой я руководствовался, начиная этим заниматься? Во-первых, это принесет мне деньги в перспективе. Этой перспективы, спойлер, я ждал очень долго. Во-вторых, это растит мне имя. То есть, благодаря тому, что кто-то меня видит на ютубе и видео там вылезает в разные-разные рекомендации, меня может увидеть какой-то человек, который предложит мне интересный проект. Во многом это себя оправдало. Опять же, далеко не сразу. В-третьих, это растит мне скилл. То есть, каким бы херовым ютубером я не оказался, думал я тогда, все равно скилл монтажа, написание сценариев, говорение на камеру и всего остального, «как-нибудь, да смогу использовать потом». Из этой же логики, работа в кофейне – это плохая инвестиция времени. Потому что да, все те, кто работали в кофейнях тогда, получали гораздо больше меня. Но, смотря на такие же плюсы у работы в кофейне, там получаются только деньги сейчас. Все. Если вы не хотите связать свою жизнь с кофе навсегда, то больше ничего полезного вы оттуда не вынесете. Таким образом, вы обмениваете свое время. И как бы, если вы учитесь в вузе на образование, которое хотели от вас родители, и работаете в кофейне просто, чтобы удовлетворять свои естественные жизненные потребности, у вас-то, естественно, занимает 200% ваших сил и энергии, и вы больше ничего не делаете, то 4 года вот такого вот образа жизни, они будут полностью стерты из вашей жизни. То есть они не принесут вам в итоге абсолютно никакого профита. И после этого легко себя обнаружить потерянным вообще в любом возрасте, когда вы поймете, что вышли вот из этого круговорота событий работы и учеб в жизни, которые вас при этом вообще ничего не оставили. Однако, опять же, у всех разные ситуации, и я, опять же, нисколько не хочу выразить пренебрежительного отношения к профессорам, типа официантов, курьеров и всех таких, потому что, опять же, в момент, когда они работали на реальных работах, я маялся какой-то херней и снимал ролики на 200 просмотров, и так продолжалось несколько лет, то есть, наверное, вот года три я могу описать полностью, как вот этот мем в тумане. Я активно пробовал ради того, чтобы пробовать, но из вот позиции в моменте вполне убедительно выглядело, что курьером быть гораздо лучше, чем блогером. И да, действительно, я двигался местами на какой-то слепой мотивации, типа, блядь, нужно просто еще один ролик. Но я прекрасно могу понять людей, для которых это не выглядело убедительным, и они не были готовы кидаться в омут непонятно чего, и вот бежать и бежать и бежать в этом тумане несколько лет. На мой взгляд, если вы решили добиться успеха в творчестве, музыке, стать каким-то крутым специфическим специалистом, для всего этого вам предстоит освоить скилл движения в тумане. Неизбежно вам предстоит пройти и через эйфорию первых успехов, потом через спуск, и когда вот у вас этот быстрый-быстрый стартовый рост замедляется, вы понимаете, с какой скоростью вы будете расти, дальше у вас начинается депрессничок, после этого проходит пару лет, у вас какие-то первые деньги и успехи за это, потом опять, казалось бы, рост, потом какой-нибудь мировой кризис ебанул, хоп, и вы вообще всего лишились. Это все и будет как движение в тумане, потому что вам никто ничего не гарантирует. Но от этого можно и выиграть. Потому что если вы возьметесь и назоветесь человеком, который будет все гарантировать, то люди к вам потянутся, потому что они мечтают о том, чтобы им кто-нибудь что-нибудь организовал и сгарантировал. Всем понятно, что бывают непредвидные обстоятельства от самых мелких до самых крупных, и, казалось бы, это для всех нормально. И с этим никто не хочет иметь дело. Но я вам настоятельно рекомендую иметь за этим дело и быть именно таким чуваком. И вот в свои 20 я постоянно был занят в какой-то движухе, которая целиком была либо бесплатная, либо почти бесплатная, либо с убытками. Но постоянно был чем-то занят, организовывал то съемки, то ивенты, то проекты, то еще что-нибудь. И всегда это была сделка 0 плюс 0 равно бесценный опыт. Но только так можно научиться вообще что-то делать. И знаете, у меня в семье часто говорили, Миша, инициатива наказуема. Но именно инициатива привела меня ко всему, вот к чему я пришел и продолжаю идти и идти. Главное отличие съемок, которые были тогда и сейчас, это то, что сейчас они стали крупнее и за большие деньги. Все равно это не какие-то голливудские или даже телевизионные бюджеты, однако сейчас, по сути, я действую как реально руководитель небольшого бизнеса, небольшой там редакции с внештатными сотрудниками, плачу небольшие зарплатки, организовываю проекты. В сущности, если назвать меня не блогером, то я скорее медиа-менеджер. То есть, по сути, я каждый раз просто придумываю, а чем вот в этом месяце займутся 4 человека на разных концах земного шара. А главное отличие меня, 24-летнего, от меня, 20-летнего, это то, что я уже получил все пиздюля. К сожалению, я понимаю, что будут еще и будут пострашнее, но, по крайней мере, из базовых я, по ходу, видел все. У меня действительно не зашло столько роликов, пропустилось столько сроков, сорвалось столько съемок, прочлось негативных комментов, забанилась музыка, отменилась зарплата, удалилась, заблокировалась карт и вот всякое такое, что, опять же, естественно. И если вы смотрите на это, как на чью-то чужую жизнь, вам кажется, какие обычные события, ну, со всеми какое-то случается. Но когда все эти события случаются в вашу смену и вы за главного, это вообще другие ощущения. И понимаете, чем больше суммы, больше компании, тем больше и ответственности, риски, и самые крупнейшие топ-менеджеры, которым вам, возможно, кажется, они получают миллионы за просто почесывание пуза, они их получают именно за то, что они несут большие риски и делают то же самое на тысячи и миллионы человек. Я это ни в коем случае не к тому, что любая власть и начальство от бога, а больше к тому, что на бесплатных съемках могут случиться почти все те же самые проебы, что и на платных съемках. И то же самое применимо к огромному количеству сфер деятельности. Вам очень важно много раз обосраться и сделать это на бесплатной ТФП, работе по знакомству, бартеру, чисто за опыт и все такое, это реально стоит того. Худшее, что можно пытаться сделать вот в ваши 20 лет, это пытаться не совершить бессмысленные действия. Наоборот, главное, совершайте действия. Там, конечно, ну не стоит совершать тупых, но слишком долго размышлять на том, блин, мне вот это что-то принесет или не принесет. Вписывайтесь. Опыт это то, что вам очень надо. Как-то сложно получилось. Сначала я рассказал про работы, на которых не стоит работать и вообще нужно ценить время и не страдать, мол, херней в кофейне. А потом я сказал, беритесь за все, получайте любой опыт. Моя ключевая мысль предложений и лайфхак состоит в том, чтобы вы всегда инвестировали время во что-то перспективное для вас. Иными словами, ваша работа, занятость, да, в любом виде должна обязательно приносить вам больше, чем деньги на жизнедеятельность. Но не только в финансовом эквиваленте. То есть, если работа дает вам знакомства и скиллы, но при этом не приносит особо много денег, то в далекой перспективе это, по-моему, гораздо круче, чем работа, которая дает вам вот только деньги на поддержание вашей жизни. Чтобы вы там шмотки покупали, питались, ездили на такси. И вот все, что не является серьезными накоплениями. Потому что если ваша работа приносит вам достаточно денег, чтобы вы могли откладывать, откладывать, и потом с помощью этих денег каким-то образом выбраться из череды работы, которая вас не вдохновляет, то это тоже крутой план. Но, опять же, это большее, чем деньги просто на жизнь. Если же ваша работа приносит вам вот только деньги на поддержание жизнедеятельности, вы рискуете себя через энное количество лет обнаружить ни с чем. Или, допустим, вам вот, как в случае со студенчеством, доступна какая-то, или в случае с ранней эмиграцией, кстати, когда вы только приехали в новую страну, вам доступна только херовая работа. Но, допустим, может быть так, что херовая работа занимает не весь ваш день. И у вас есть там вот вторая половина дня и вообще достаточно свободного времени и моральных сил для того, чтобы в чем-то еще расти. Тогда это окейно и имеет смысл. Просто, опять же, вам же в любом случае нужно отдыхать, развлекаться и все такое, и вы не можете взять бесконечное количество задач, поэтому планировать приходится изначально. И как раз можно увидеть классные результаты по итогам, только если изначально понять, что и какой профит и движение куда будут обеспечивать вам ваши ежедневные процессы. Но как вот это вот все вообще в руках удержать и не уронить? Мы закончили с самой философской частью этого ролика. Все остальное будет скорее прямо и по делу. Так вот, вам придется планировать, если вы хотите чего-то достичь. Вся эта история с перекладыванием ответственности, даже если вы будете каким-то частным специалистом, все равно нельзя им стать, не освоив много чего, не спланировав много разных задач, которые когда-то нужно делать параллельные, не доведя их до конца. Короче, без системы вы не обойдетесь. Это абсолютно нормально, что вы пробовали то, сё, это, пятое, десятое, заводили ежедневник, и все равно у вас ничего не получается. Это окей. Путь вот к своей какой-то системе, организации, он может быть длинным, и плюс для разных периодов в вашей жизни подходят разные системы. Я раньше использовал whiteboard, просто вот реально доску с маркером. Сейчас использую систему Getting Things Done и приложение Todoist. Я не буду сейчас вам рассказывать, как именно это работает и почему сейчас так и все такое, потому что каждому свое. И систем организации своих дел и организации своего времени, вагон и маленькая тележка, можете про все это самостоятельно прогуглить. Я вам рекомендую продолжать постоянно находиться в пассивном поиске новых способов организовать свои занятия. Я вот живу по приложению в телефоне и чувствую себя сейчас лучше, чем когда-либо. Как раз таки вот это то, что мне дает ощущение контроля во всем этом хаосе. Да, купите страховку. Это стопудово сейчас стоит не супер дорого. Мне кажется, в России, ну, за 20-30 тысяч в год можно приобрести себе страхование здоровья. И, чуваки, я как человек, который много всего разного, в том числе зубы, в том числе спину, лечил по этой штуке. Ребят, я получал массажи в очаровательном дореволюционном особнячке на Курской по вот обычной, совершенно не какой-то элитной медицинской страховке в Москве. Вообще скучаю по этим услугам. В Грузии я меньше чем через полгода после приезда завел себе страховку, потому что вы так себе спасибо скажете, когда с вами что-то плохое произойдет. Вот, чуваки, я сейчас в Америке, здесь со здравоохранением просто жопа. И я нахожусь сейчас в ситуации, в которой находится без каких-либо причин огромное количество моих сверстников в России и в других странах, где страховая система не такая шизовая, как тут. Вы за очень небольшие деньги можете себе вообще убрать головную боль, что вам придется, во-первых, ждать худшего момента, а потом либо идти срочно отдавать рандомную сумму, либо идти в бесплатную поликлинику, где вам скажут, что у вас там глаз через ухо вытекает, ничего страшного, само пройдет, вот там мазь. То есть вот тоже вы можете это игнорить до бесконечности, но просто жизненная истина, что жить по логике, вот когда прям совсем пиздец заболит, тогда ко врачу пойду, худший план на свете. То есть лучше просто постоянно чекаться и не доводить до того, что у вас что-то совсем болит. Вот еле-еле побаливает изредка, вы назначаете в удобное вам время дату у врача, говорите, здрасте, у меня вот изредка там побаливает. Он говорит, это может быть то-то, давайте проверимся. И любую вашу хрень вы находите на раннем этапе и не даете ей запуститься. По такой логике вообще работает медицина в большом количестве западных стран и часто вот эта вот их история с тем, что вас записывают ко врачу там на следующий месяц, на через следующий месяц, это связано не только с тем, что действительно мало врачей и система не такая, как у нас, а еще и с тем, что в принципе подразумевается, что вы просто постоянно делаете чекапы. То есть не подразумевается, что вы записываетесь ко врачу, когда уже почти померли. Опять же, я не святой, я уже мог бы заняться историей со страховкой в Америке, до сих пор я не занялся, только потому, что времени нахожу. И опять же, нормально все это дело проебывать и забивать, но жизненная истина в том, что если вы не проебетесь, вы скажете себе спасибо, сэкономите очень много времени, денег и нервов на этом потом. Еще одна простая жизненная истина. Вам придется нормально есть и заниматься спортом. Я совершенно не говорю о переходе на полный ЗОЖ и тренажерном зале три раза в неделю, но просто неизбежно, если вы будете забивать на то, как вы питаетесь, и не заниматься никаким спортом, это неизбежно начнет отражаться на вашем здоровье. Уже очень скоро это сделает вашу жизнь неприятной в каком-то смысле, либо из-за боли, либо из-за вашего внешнего вида, либо из-за того, из-за другого. У вас начнутся срываться какие-то важные встречи, свидания и все остальное из-за этого. И в итоге вы от врача, после того, как у вас обнаружится какая-нибудь хрень в желудке, поймете, что да, пора придерживаться диеты. Можно начать чуть раньше. Опять же, я это все узнал не таким образом, что я очень умный, а таким образом, что мне не совсем повезло со строением желудка, и поэтому мне нужно было быть деликатным, по сути, ну, лет 16, короче, мне нужно было уже внимательней питаться. И то же самое касательно спорта. Вот, если вы в 14 лет там думали про клуб 27, то, чуваки, чтобы даже до 27 дойти в нормальном и бодром состоянии, нужно приложить определенные усилия. и научиться готовить список базовых блюд с помощью там одной кастрюльки, одной сковородки, и ровно так же, как на голом полу, сделать небольшую спортивную программу, просто, чтобы жиром не заплывать, это то, что вам лучше освоить рано или поздно. Следующий пункт довольно абстрактный, но я думаю, каждый поймет его по-своему. Пункт «Не терпите». И я имею в виду вообще ничего. Вот, чего бы это ни касалось. Понятно, что если вас там забрали на срочную службу на один год, вам придется вытерпеть год. И да, надо терпеть. Вообще там, не знаю, в длинные очереди надо терпеть. И много ситуаций в жизни, когда терпеть, значит там проявить стойкость, сдержанность и правильно пережить ситуацию. Но вы ведь понимаете, что я не об этом говорю. Вот, если что-то на долгосрочной перспективе, да, что-то, что повторяется и существует в вашей жизни постоянно, заставляет вас это перетерпливать, перебарывать себя для того, чтобы это вынести, то я вам рекомендую либо уходить прямо сейчас оттуда, что бы это ни было, там, работа, отношения, родной город, что угодно, либо готовить план побега. То есть, не совершайте безрассудных действий, но худшее, что вы можете сделать, это привыкнуть к этому. И последний пункт не является даже советом, а просто вещью, над которой я все чаще в последнее время задумываюсь. Все пройдет. Это касается и того, что вы ненавидите, и того, что вы любите. И вы будете вспоминать, как суперромантичные моменты, самые какие-то золотые, лучезарные годы жизни, те годы, в которые вы в моменте думали, блин, ну как у меня до тупого мало денег. Вот мне на автобус не хватило, я пешком домой иду. Ну какое это наслаждение молодостью. Потом для вас это будут восхитительные воспоминания и ценить в них вы будете совсем не свою финансовую состоятельность. То же самое касается огромной кучи самых разных вещей, и как мы узнаем самое ценное в том или ином периоде, только уже пройдя через него, и вот когда память подшлифовала все плохое, что там было, мы понимаем, о, так вот, каким богатством я обладал в тот момент, а, вот теперь не обладаю. Просто дело в том, что это относится и к друзьям, и к местам, и ко всему остальному. Это кажется очевидным, но мне удивительно, что мои друзья детства, это сейчас уже какие-то мужики, с которыми мы по 10 лет не общались, и я уже своих друзей детства особо не знаю. Мой город, в котором я родился и провел детство, выглядит хоть и не сильно, но все-таки иначе. В моей квартире, в которой я вырос, живут вообще другие люди. В городе, в котором у меня прошло все лучшее, теперь это столица воюющей диктатуры. И большая часть перечисленных в этом ролике моих вузов, работ, проектов, знакомств, все это в разном роде изменилось до неузнаваемости. И знаете, я не говорю вам ценить моменты с позиции человека, который это отлично умеет. У меня у самого ощущение, что я всегда сосредоточен на какой-то самой маловажной херне, которая только вот есть в жизни, а вот главного чего-то не ценю. Но надеюсь, этот спич поможет вам как-то шире взглянуть на то, что вы сейчас проживаете, и проинвестировать вот это вот проживание во что-то очень дальновидное и перспективное. Под конец у меня есть спецзадание для всех, кому больше 20. Напишите, пожалуйста, в комментах вещи, которые нужно либо сделать, либо усвоить в промежуток с 20 до 25 лет. Я полайкаю комменты, которые мне понравятся, и вы тоже заходите и читайте, лайкайте лучшие варианты. Надеюсь, мы все благодаря этому чему-нибудь донаучимся. А на этом все. Спасибо, что досмотрели. Если вам хочется еще контента от меня, то у меня вот, например, шикарный инстаграм. Еще у меня клевый канал Уэс Андер, в котором выходят классные авторские материалы. Их пишут ребята, красивенькие текстики про современное искусство, уникальные аспекты культуры. Еще у меня есть паблик ВК, вообще эталонный ВК-шный паблик, вы уже забыли, что такие в жизни бывают. А еще у меня есть закрытый паблик, вход в который 5 баксов через Патреон или 350 рубасов всего на бусте. Вот, поэтому хотите поддержать канал, переходите туда. А на этом спасибо, что посмотрел. Все, ты знаешь, где кнопка подписки. Какой же я молодец, что никого никогда не слушался. А то бы был сейчас нервным программистом, ушлым камевеяжером, цепким менеджером, скучным веб-дизайнером, крупным акционером, мелким лавочником, трепетным сектантом, глупым политтехнологом, продвинутым рекламщиком, продажным журналистом, беседы.